Значит, мы сегодня попытаемся поговорить опять о различных онтасах, то есть о различных формах существования. Почему этот вопрос так важен и интересен? Ну, в самом деле, когда мы говорим, что у нас была определенного рода языческая картина мира, которая говорит, что у нас нету некого единого Бога, есть разная форма служения. Если я кузнец, то я служу Господу тем способом, что я кую подковку. Если я служу Меркурию, то я, значит, либо хорошо ворую, либо хорошо торгую в то и то месте. Если я служу идее власти как таковой, то есть властвую, то мой Бог Зевс и так далее. Подобного рода вещь, конечно, она говорит в определенном смысле об Икеи, в этом смысле можно говорить как о Бонтасе, но в прошлый раз мы не могли разобраться, являются ли это различные онтасы или это проявление одного и того же онтаса. В чем здесь есть одна из фундаментальных проблем? А в том смысле, что могу ли я, служа, скажем, Афине, одновременно понимать, что мир отчасти принадлежит и Меркурию? В самом деле, вспомним Набокова, защиту Лужина. Там описывается некий фантастический молодой, уже не очень молодой человек, который великолепный шахматист, Лужин. Для него весь мир – это некие обозначения шахматных фигур. Он выходит на балкон и видит, что вот эта линия электропередачи ходом шахматного коня сейчас возьмет вот эту водокачку. Не помню, как точно. Тем не менее, вот это есть некоторая ситуация, когда человек погружен, он служит своей богине, богине шахмат, безусловно, тем способом, что думает о шахматах, хорошо играет в шахматы, но весь мир для него превращается в всего лишь какие-то шахматы. Но эта картина насколько полно написывает. Это рядовой сумасшедший, для нас, для всех это действительно так. Онтас у нас принадлежит частичности мира, которую мы сознаем как частичность, или он принадлежит как бы всему миру. Но в самом деле, посмотрим на ситуацию декартовской антологии. В декартовской антологии, бытие внешнего предмета состоит, точнее, сама внешность предмета состоит в его протяженности. Протяженность внешнего предмета, это и есть то, что предмет отвечает за бытие. Его краснота, его запах или что-либо еще, другие свойства, твердость, они не важны, но бытие у нас отвечает только за то, что вещь протяженная. Но в этом смысле можем ли мы сказать, что для нас мира действительно многообразие, но мы вычленяем в нем определенного рода часть и понимаем, что только она существенна. Давайте посмотрим на современный мир, который, разумеется, не декартовский, он какой-то другой, но выглядит точно так же. Вот посмотрим с социологической точки зрения наш современный экономический человек. Тогда для тебя, в бытие любого человека, важно только то, насколько хорошо и за какие большие деньги он может продать собственный труд. Отчужденный труд, находящийся в этом человеке, для нас является содержанием его человека-сущности, его достоинства. Ровно так же мы в товаре видим, в первую очередь, с одной стороны, потребительскую стоимость, то есть телевизор, в который можно посмотреться, а с другой стороны, очень многие остальные товары для нас выступают в первую очередь, вещи, выступают как товары. Простой, чистый товар, скотч для нас товар, телевизор товар, автомобиль товар. Секацкий совершенно восправедливо в одном из своих интервью замечает, что мы даже мечтать, разучиваемся о конкретных вещах, начинаем мечтать непосредственно о деньгах, то есть о некоторой внутренней сущности, каждой вещи, которая перед нами существует. Эта внутренняя сущность каждой вещи оказывается чем-то принципиально отличием от многообразия, собственно, вещи, то есть некоторой ее частичности. Что здесь опять для нас является фундаментальным и очень важным на ту тему, на которую я предлагаю сегодня всем порассуждать? То фундаментальным, что мы, безусловно, понимаем, что мир многообразен, что определенного усилием своего сознания, то есть аскезы, усилием некой аскезы, мы превращаем вещь в товар, а нас самих этим же усилием, той же самой аскезы, превращаем в существо, которое только и продает свое рабочее время, как это происходит в капиталистических отношениях. А все остальное, что нам присуще, для нас оказывается неважно. Но мы понимаем, что другое есть. В отличие от Лужина, который, безусловно, не понимает то, что за миром шахматных фигур скрывается еще какая-то другая жизнь. Другая жизнь у него является всего лишь формой его несуществования. И прийти к другой жизни для него, безусловно, является способом покончить жизнь самоубийством, что в этом произведении на боковой происходит, по большому счету. И это очень интересно. Можно ли служа Афине или служа Зевсу одновременно признавать и видеть, что возможно служба и возможно подношение даров Меркурию и Гефесту? А как в чем проблема, если человек осознает, что мир регионирован в каждом регионе, он просто иной просто, и все, что-то такого особенного. То есть человек, у тебя же изначально проблема в чем-то, что субъект всегда один, он всегда единственный. Да. И ему нужно, если он разместился в каком-то регионе, например, регионе служения Афине, то он уже не может разместиться в другом регионе. Да. А представьте себе, что субъект, он не один, он множественный. И он точно так же как бы разваливается на это количество регионов, регионов, в которых он сослужит. Так если человек множественный, то каждый из его субъектов, а не эти, его субъекты не встречаются друг с другом. Да нет, его субъекты прекрасно друг с другом встречаются, просто когда говорят, ну, человек, допустим, опять же, ты берешь просто как бы пример со служения богам, а можешь говорить, что ну, вполне легко уживается у человека, допустим, по ярким примеру, там, фашист, может быть, каким угодно садистом в концлагере, но тем не менее приходит домой, и он прекрасно семьянинно любит своих детей, любит свою жену. Вполне сосуществует, и у него человек не разбаливается. Вполне цельный, нормальный, обычный человек. Это не какой-то извращенец и урок. То есть, и так же и здесь. Все. Человек, на самом деле, изначально, у тебя же просто твоя посылка, что человек изначально нечто цельное, и нечто одно, она просто изначально неверна, и отсюда возникают все проблемы. Бытие одно. Поскольку бытие одно. Видишь, у тебя бытие одно. Все одно. Вот это то, что человек в воскресенье ходит в церковь, в субботу в публичный дом. Да, например, так. Это, конечно, очень мило, но скажи мне, пожалуйста, а как этот человек умудряется не разваливаться на куски? Вот. Мне тоже интересно, как. Мы все, на самом деле, так или иначе, может быть, это все-таки крайний пример, мы все, так или иначе, живем противоречивой жизни. В том смысле, что мы в одном... Ну, да, да, да. Но... И не разваливаешься. Ну и что? А как это объясняется? Ведь дело-то... Для этого требуется некое метафизическое отступление, да? Надо просто объяснить, что такое субъект, как бы, да? То есть, на самом деле, в этой проблеме состоит классическая философия. Классическая философия. Считаешь, что субъект один, и что он должен как бы все свои противоречия снять, как бы, да? И некоторым образом гармонизироваться внутри себя. Это как бы вот идея Гегель сейчас. Вопрос не в том, что он гармонизируется внутри себя. Вот. И из того, как ставит вопрос Игорь, вообще непонятно, как он может быть другим. Ну, вот в том числе состоит, что он может быть другим в том смысле, в том смысле, в том, что он не один. Потому что человек не один. А как это возможно? Я понимаю, что сказать можно все, что угодно. Это возможно. Надо объяснять. Это физическое отступление. Мы сейчас это будем обсуждать, что множественный субъект будем обсуждать, что субъект, по идее, множественнее изначально. У тебя посылка, что субъект один. Я говорю, субъект изначально множественный. Это требует отдельного исследования. Понимаешь, если проблема нас встречает, может быть, множествен, но проблема состоит, что он с собой постоянно встречается. Чего он с собой-то встречается? Он каждый раз, а вот смотрите, давайте как простой пример. Вот психоанализ, о чем мы говорим? На каждый раз встречаемся с собой как и нам. Вот есть некого рода бессознательное, а есть мы, как бы сознательное число. То есть мы уже хотя бы с точки зрения психоанализма, психологии развалины на две части. На счастье, которая как бы бессознательная, которая живет в своей жизни, с которой мы иногда встречаемся, вдруг обнаруживаем себя, да, смотрите, есть, оказывается, бессознательное. И то, что мы называем самим собой, то есть нашей сознательной частью, нашей личностью, нашим я и прочее. Хотя бы здесь уже два. Просто я пока сейчас не пытаюсь еще обосновывать. Я просто как чистая феноменология. Чистая феноменология. Бога ради. Но как ты объясняешь? Мы понимаем, что мы можем приводить примеры в бесконечное количество. Мир богат. Мы знаем. То есть давайте сейчас будем об этом. Это на самом деле объясняется тем способом, что требуется исследование, что такое субъект. Есть, во-первых, надо будет уделить два вида субъектов. Есть субъект, который как-то субъект актов, есть субъект переживания. Это просто другой семинар. Как другой семинар? Я что-то вообще ничего не знаю. Ну еще раз говорю. Кто ставит вопрос? Еще раз, ребята. Давайте предположите на самом деле. Предположите просто, как будто бы это где-то в другом месте исследовано. Я на самом деле это исследовал. Если кто хочет, может видеть его поднять, они там все вылажены. Каким образом субъект человеческий? Улад, простая вещь. Множество. Кто сейчас говорит? Не по-русу, субъект говорящий. Не-не-не-не-не-нет. Я по-простому. Игорь говорит, или Булат, кто делает сообщение? Игорь делает сообщение. Игорь делает сообщение. Ты забиваешь весь эфир. Нет, я просто указываю на то, что проблема, которую Игорь пытается решить, решается другим способом. Ну хорошо. Тогда Игорь, встань, ты сядь на его место и реши. Давай. Дальше. Ну что, ты действительным бы заниматься? Почему? Я не понимаю, в чем дело. Либо ты тогда не встреваешь с этими налогами по 10 минут, либо ты садишься и насказываешь. Нет, ребята, мне еще раз говорю, мы занимаемся не школой. Давайте как бы просто один раз, на все случаи жизни, просто объясню. Если я встреваю, потому что в этом состоит именно задача из того, что мы все-таки занимаемся обсуждением. Нет, ты ничего не обсуждаешь. Ты не дав, не дав высказаться докладчику. Ты говоришь, эта точка зрения полный бред, есть диаметрально противоположная, но я о ней говорить не буду, потому что это занимает много времени. Тогда в чем смысл был твоего замечания? Это превращение. Что ты оживил? Что ты кому-то объяснил? Ты сделал кому-то это интересным, это зрелище? Еще раз говорю, что я, ты преувеличил, и рассказал не так, как было. Я сказал, что у Игоря возникает проблема с множественностью богов. Да, возникает. Связано и с проблемой разрешения, сама проблема коренится на том, что изначально в его посылках исходных присутствует единичный субъект, единичность. Если субъект единичный, а регионов много, то возникает проблема, каким образом единичный субъект может существовать в этих многих регионах. потому, что существуя в многих регионах, он с нас все противоречит и разваливается, и не может быть единичным. Это на самом деле классическая проблема то, что называется бытия и определенности. Окей, но ты сказал, что у тебя есть решение. Давай, давай. Решение состоит, как это часто бывает во всех таких вопросах, просто перед формулировкой вопросов. Дело в том, что рассматривается и говорится, что изначально никакого единичного субъекта нет, что это посылка, необоснованная, принятая на веру. Хорошо. Твоя последняя. Они соотносятся тем способом, что просто каждый раз, когда попадает в определенный регион, он переключается. Нет. Почему он думает, что он тот же самый? Давайте я вам объясню на простом. Нет, нет, нет. Не надо на простом. Надо на точном языке. Хорошо. Вы на точном языке. Есть даже пространство. Ты сначала, чтобы меня понять. Сначала надо понять, что я говорю. Да, правильно? Вот я пытаюсь понять. Для того, чтобы это понять, то надо понять, что такое субъект. Так. Определение, что такое субъект. Давай. Субъект, это есть некого рода причина, которая порождает определенного рода действия. Классическое определение, что такое субъект. Субъект есть причина своих действий. Так. И есть, допустим, такое действие, как чтение. Значит, у чтения есть свой субъект. Есть такое действие, как, допустим, говорение. У говорения есть свой субъект. Есть такое действие, как, допустим, отхождение. У каждого дня есть свой субъект. Есть слушание и у слушания есть свой субъект. В классическом представлении не доказывается. Говорится о том, что все эти субъекты один субъект. Хотя действий много, разных действий, и хотя в психологии давно установлено, что человек может, например, уметь хорошо говорить, но не уметь писать. То есть субъект говорения у него высокоразвит, а субъект писания у него в зачаточном состоянии. Бывает наоборот, что субъект умеет выражать свои мысли хорошо на письме, а устно не умеет. Подождите, давайте, ребята, так. Я сначала просто хочу объяснить, почему это субъект. Потому что есть некого рода акты, некого рода действия. За каждым действием скрывается некоторый рода субъект. Это безусловно. Ни сколько актов, столько субъектов. Это предположительно. Нет, ты так сказал. Это не предположительно. Я так сказал, я просто имею в виду изначально. Если мы феноменологические вопросы следуем, то каждому своеобразному способу действия мы должны соотнести свой субъект. Да, именно это я и повторил. Ты сказал нет. И начал возражать и повторил то же самое. Давай, как бы, на том, понизим, как бы, да. Вопрос в следующем состоит. Классическая философия считает, да, как бы, она этот вопрос, во-первых, проходит. Но если, как бы, ставить этот вопрос перед классической философией, там, Гигелевской или Катерской, она считает, что везде присутствует один и тот же субъект, одно и то же я, одно и то же сознание. Везде всегда один. Один и тот же считает, один и тот же говорит, один и тот же слышит, один и тот же действует. Везде один. И субъект вообще один. Но на самом деле, как бы, мы должны этой классической философии поставить вопрос, как она обосновывает это. Потому что, если мы говорим о том, что актов много, разнообразных видов актов много, мы должны доказать, что субъект это как-то один. Ты уже высказал геометрально противоположную точку зрения. Давай теперь переходи, развивай ее. Не надо критиковать другую точку зрения. Я не критикую, я просто объясняю свою точку зрения. Помимо такого субъекта, который является причиной всех его действий, есть еще другое понимание субъекта. Субъект как субъект переживания. Это иное понимание субъекта. Будем его касаться, не будем, это неизвестно. На самом деле, наше «я», то «я», которое у Декарта, то «я», которое у Канты, и Гегель, и у всех, оно «я» переживательное. Но «я» проживание, а не «я» как причина наших действий. И у них получается, что «я» как проживание, и «я» как субъект актов, субъект наших действий, это одно и то же «я». Но они разные. Но они на самом деле разные, феноменально разные. Окей. Феноменологические. Вопрос в следующем случае. Я сейчас это доказывать не буду, потому что это требует отдельного еще рассуждения. Но вот если мы предположим, что, опять же, если мы возьмем, будем действовать в основании вот такой гипотезы, что каждому отдельному акту соответствует свой субъект, может быть, какие-то отдельные акты объединены одним субъектом. На любом случае, актов у нас много, разнообразных видов актов. И субъектов точно так же много. Если теперь вот эту методологию мы переносим на то, что вы называете разными богами, то точно так же человек, мир развален на какие-то регионы. Регион искусства, регион, связанный с красотой, регион политики, связанный с властью, регион, скажем, там, что у нас еще есть, какие регионы, там. Там, регионы этики, да, связанные с добром, там, и прочее. Вот во всех этих регионах они существенно несоизмеримы, потому что никаким образом красоту... Это регионы истины еще есть, да, вот еще там, там, по-моему, с Аполлоном связаны. Вот все эти регионы несоотносимы. Никак красоту к истине не свести, никаким образом добро не свести ни к красоте, ни к истине. И, соответственно, мы должны говорить о том, что эти регионы, что возможно, возможно, что наш мир, возможно, является вот таким мозаичным. Как бы он представляет собой различным, разваливается на регионах. Причем в каждом регионе свое бытие. То есть бытие не одно, а много. Бытие один, бытие два, бытие три, бытие четыре и так далее. И вообще говоря, надо выстраивать. И таких регионов может быть бесконечно. Неизвестно сколько. Точно так же в каждом регионе, в каждом регионе соответствует свой субъект. У нас. То есть мы, поскольку мы понимаем, что такое красота, мы понимаем, что такое добро. И ведем себя в красоте соответствующим образом, как в искусстве. В добре мы ведем себя этически. И там у нас иная сфера. Это одно и то же мы. И по поводу красоты, и по поводу добра. Я вот говорил про я-переживателя. Оно объединяет все вот эти многообразные... И как бы является тем я, которое представляет... Как это называется? Манифестирует себя как объединяющее я, от которого мы говорим. Потому что с точки зрения юридической... А почему это оно объединяющее? Ты же до сих пор говорил, что субъект в качестве активного всегда разный в зависимости от акта. Потому что я переживательный, другой переживательный. Вот это другой тип... Который не такой, как активный. Другой тип субъекта. Это субъект, который учреждается нами. Учреждается. Мы можем... Кто учреждается? Субъект. Переживательный субъект. Который из двоих. Переживательный субъект. Переживательный субъект. Субъекты актов для нас не даны. Мы их знать не можем. Субъекты актов нам не даны. Да, субъекты действия. Мы только можем на основе наших действий, на основе интенсии, судить о том, что за каждой интенсией стоит субъект. Как его причина. Но причину саму мы ухватить не можем. Я говорю, вы хотите сейчас это... Это я могу сейчас рассказывать часами. Потому что рефлексия невозможная. Это тоже надо объяснять сейчас, сидеть. Ну а что делать? Ну что делать? Потому что давайте как бы примем внимание, что есть другие лекции, где все это я проговорил, все точности описал. Я не понимаю, что ты вертишься. Я не перчусь. Давайте я просто расскажу то, что относится к вашей теме. К теме многообразия богов. Вот я и рассказываю. Вот. Я и рассказываю, что поскольку субъектов вот этих актов, субъектов как причин много, точно так же на самом деле в каждом отдельном регионе свой субъект действует. И это все понятно. Ты говоришь, что тем не менее... Есть манифестирующий субъект. Есть манифестирующий. Который все переживает. Да. И тем самым все объединяет. Который присваивает себе всех этих субъектов. Каким образом? Тем, что он заявляет, что это он. Почему? Потому что так вот... Он же ясно понимает, что... Я объясню эту ситуацию. Вот Вова прыгает с парашютом. Могу ли я его субъекта, потому что в момент Вова же, он бывает в ситуации, когда он прыгает с парашютом, а когда просто ест салат на кухне, да? Я могу уже... Понятно, что у него-то есть какой-то там дополнительный субъект, который два раз соединяет в одиночку. А я его субъект, когда он прыгает с парашют, могу себе присвоить? Я не понимаю вопроса. Я понимаю, что как бы идиотизм это как бы форма проявления как бы этого... Нет, ты понимаешь... Я... Ты понимаешь... Почему в чем здесь вопрос состоит? Давайте, ребята, примите, примите... Вот понимаете, мне... Смотри, Влад, Влад, вопрос, это же важный, потому что у тебя есть много субъектов, да, много субъектов. Как я своих субъектов собираю у себя, а вовинных субъектов Я не собираю субъекты, я их не знаю. Я знаю только себя как переживающую, никаких этих субъектов... Я знаю только действия. Вот у меня есть некого рода действия. Так, понимаете? Нет, нет, этих действий у тебя нет. Ну как нету, если они есть? Нет, потому что ты этих... Подожди, подожди. Ты сам сказал, что субъект, который объединяющий, он не тот же самый, что действующий. Слово объединяющий, это неудачное слово. Я сказал, слово манифестирующий, либо учидающий. У вас, потому что слово объединяющий начинает возоблуждение вводить. Не, 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 ничего страшного. Хорошо, он манифестирующий, но это не тот же самый субъект, который действующий, который читает, говорит. А у действующих много. Сколько действий, столько и субъектов. Совершенно верно. Только действие не таких, что действие имеется в виду Некого рода В смысле, как бы Определенный момент, функциональный действие Допустим, субъект чтения Да, это понятно Нет такого субъекта прыгания парашюта Есть субъект чтения Есть действие некоего рода чтения Есть субъект восприятия Есть субъект мышления Но нету субъекта прыгания парашюта И поэтому не надо Потому что это же не диплом Вопрос в небоидиатизме идет Понимаете? Это не какого-рода метафизическая постановка. Нет, подожди. Подожди. Субъект хождения есть, субъект хождения есть. Хождение есть. Так, а субъект прыгания нет с парашютом. Ну, я еще раз говорю, что субъект хождения, это для того, чтобы установить, в чем он состоит, это отдельный разговор. Понимаете? Как субъекты делятся по своим действиям, это отдельный разговор. Это требуется исследование физиологии и прочего всего, много чего. Как субъекты разбиты, это неизвестно. Я предположительно говорю, просто, например, очень понятно, как субъект читающий, пишущий различеный, субъект слушающий как различеный. Как субъекты, какие-то еще другие примеры есть. Это просто в качестве примера. А субъекты для меня самого, для этого манифестирующего сознания, когда Вова читает, когда я читаю, они различны или это один и тот же субъект? Конечно, различны. Различны, а почему? Я не понимаю, а в чем проблема здесь? Почему они не различны? Но если они разные субъекты, если чтение и хождение, то разные субъекты, то почему чтение книжки А в ноль отличается от книжки Б, а чтение книжки Б в голову? Когда ты говоришь, что чтение книжки Б, вот смотри. Ну я еще раз говорю, что для того, чтобы это выяснить, за 15 минут это не выяснить. На самом деле требуется некая подготовка. Во-первых, мне надо вспомнить все основания. Это не такая вещь. То есть ты не можешь этого сейчас сделать? Я могу сейчас сделать. Тогда сделай. Вопрос изначально заключался в том, что где позиции? Есть субъект один, есть субъект множественный. Вот есть некого рода... Я тоже не понимаю, что вы хотите? Нет, я хочу развернутую твою точку зрения. Но мы сейчас какой вопрос изучаем? Мою развернутую точку зрения, которую я 10 раз изложил в 20 семинарах. Вот мы сейчас, сейчас твоя точка зрения. Моя развернутая точка зрения. Я рассказал ей, что существует существенная разница. Как мы, вот феноменально, для нас существуют некоторого рода акты и интенсии. То, что мы можем наблюдать. Это метафизический разговор. Есть интенсии. А исходя из этих интенсий, мы можем судить о том, что есть причины этих интенсий. Эти причины и интенсии классической философией называют субъектом. Но это первый разговор. Второй разговор, что помимо интенсии, существуют еще переживания, которые несводимы к интенсиям. Не интенсиональные. Например, самосознание, на самом деле, то, что называется самосознание, это переживание, это не акт рефлексии, как кажется. Это не обращение субъекта на самого себя, субъекта, который является причиной субъектом, а является некоторым родом переживаниями. Это, опять же, надо установить феноменалит. Некоторым родом надо провести опыт и понять, на самом деле, что такой акт, как самосознание, есть, на самом деле, акт переживания. Получается, что есть первый тип субъекта, который является причиной наших действий, и второй тип субъекта, который является причиной переживания. Дальше ставят вторую. Поскольку действий разнообразных, феноменальных видов много, то мы можем предположить, что за каждым действием это предположение скрывается, свой субъект скрывается. Как его причина. Это мы уже первым шагом предположили. Нет, это не первый шаг. Это просто, как бы сразу возникает вопрос. Поскольку феноменально нам даны только интенсии. На основании исследования интенсии мы можем судить о том, каковы причины этих интенсий. Причина — это интенция. Это первое определение субъекта, которое ты дал. Правильно. Ну, просто я... Почему как умножственно это переходит? Умножственно мы переходим из того, что если феноменально действий, видов действий много, то отсюда следует, что возможно, как гипотеза, что много видов субъектов. Да, и это было понятно опять-таки тоже сначала. И поэтому ставится опять классический философий. Вопрос — каким образом оно доказывает, что субъект один? Да, не знаю. Потому что это вопрос теперь. Классическая философия это никак не доказывает. Она говорит просто о том, что изначально в ее основании в виде аксиомыс содержится субъекта один. Вот он Игорь сказал, что он предполагает, что есть один субъект. И сходя из этого возникает некая проблема. Как эту проблему решить в рамках того предположения, которое сделал Игорь? Вот и все, что он сделал. Мы этого не узнали. Булат сказал, что у него есть решение, просто нужно зайти с другого конца. Давай заходи. Отказаться от единства субъекта? Отказаться от единства субъекта и перейти к множеству субъекта. Так, и что? Я только одно не понимаю. Ты вроде университета, это Делюс, вся новейшая классическая философия, что субъекта нет. Вот не надо это неизвестный. Она все исходит. Нет, я просто объясняю. Это классическая, постклассическая философия, где говорится о том, что никакого одного субъекта нет. Что на самом деле все разваливается. Они не говорят нам многообразие субъектов. Некоторые говорят много, что субъекты. Некоторые говорят, что просто развалится на какие-то там... У Делюза это машины, желания. вот это все самые маленькие причины которые толкают какие-то действия машина желает как твой ответ какой нет никакого единого субъекта мой ответ но тем не менее феноменально мы вроде бы чувствуем что есть некий единый субъект от лица которого мы там о себе говорим как это возникает для этого надо исследовать вопросы связанные с тем как соотносятся что такое рефлексия вообще как строить классическая философия единства субъекта на самом деле она считает что тот субъект который является причиной своих действий он может направить свою интенсию на самого себя и схватить как бы самого себя то есть предполагается на самом деле что есть такая интенсия которая указывает на то что лучше так начать разговор как нам на самом деле феноменологически указать на этого субъекта как причина то есть мы его примысливаем естественно поскольку есть интенсии как на самом деле должно быть некоторого рода опыт как на который бы указывал или каким-то способом давал доступ к этому субъекту это моих интенсии этот способ называется рефлексии классический философии классический философии считает но ты же с ним не согласен еще с ним я что-то вообще не пойму как бы я его рассказываю что я не согласен я объясняю почему я не согласен я же не просто не согласен я обосновывал что невозможно такая рефлексия и нет ты расскажи свою точку зрения я свою точку зрения вообще тоже три раза на это рассказал я не есть нет ты сказал совершенно недостаточно потому что у тебя нет главного у тебя понятно каким образом возникает множество субъектов неопределенное большое множество субъектов это понятно Но непонятно, каким образом и на что опирается иллюзия все-таки соединения этого множества субъектов. Но опирается на субъект переживания, я же говорю. Каким образом? То, что мы ассоциируем с самим собой. Есть субъект переживания. Он на самом деле манифестирующий. Ты же сам говоришь, что субъект манифестирующий не то же самое, что субъект акта. Да, потому что он определяется не как субъект, это причины некоторых актов, а как субъект, который находится в переживании или в проживании. И после того, как я это понял, каким образом я могу вот этому манифестирующему субъекту пришпандорить всех остальных субъектов актов? Никаким. Никаким. Значит, просто бесконечное множество субъектов. Никакого единства субъекта нет. Ну вот это удивительно, на самом деле. Как бы умение это не понимать. Мне, например, для меня это удивительно. Просто чисто математически. Есть множество субъектов, которые являются причиной актов. Их множество в силу предположения того, что каждому отдельные виды интенции соответствуют свой субъект. Да, это мы можем. Теперь, на самом деле, как мы можем к ним, как должен существовать способ. Да, все, что существует в нашем опыте, это наш опыт. Для нас ничего другого не существует, кроме опыта. И мы должны исходить из опыта и должны в опыте указать, каким образом мы можем иметь доступ к этому субъекту как причине. Как причина наших актов. Этот способ указан в классической философии. Не надо перебивать такое. Этот классический, этот способ является рефлексией. Да мне, на самом деле, понимаете, как бы, я рассказываю то, что, как бы, ну ладно, мне, я, давайте так и так. Да, если ты будешь, Игорь, издеваться, понимаешь, я, на самом деле, если честно, всегда поступаю корректно. Я тебе никогда таких вещей не говорю. Ты мне всегда говоришь, что я там такой секретарь и третий десятый. Давай мы все-таки считать, что то, что я излагаю, да, это все-таки как-то имеет какое-то обоснование. Потому что... Я это считаю, только ты изложи. Я это делаю. А зачем мне смеяться-то? Вот я не понимаю. Я над тобой вот когда-нибудь смеялся, я позволил себе. Я могу объяснить. Ты, во-первых, мериться там, кто больше хамит, давай не надо. Потому что твои выкрики из-за камеры, это чисто эмоциональные выкрики. Совершенно верно. Но никогда в нем нет хамства. Понимаешь? В нем хамство. А у тебя натуральное хамство просто. Это натуральное хамство. Сидеть, ухмыляться, хихикать. Это натуральное хамство. И неудивительно, на самом деле, что как бы изложить мне этот материал, как бы в таком хасле неприятный и даже... Да, да. А то, что ты сорвал доклад Игоря, тебе нормально? Ты что сорвал? Ты мне скажешь, перейди. Да, да. Потому что ты не даешь человеку на... Игорь, я сорвал твой доклад? Совершенно верно. Игорь, я что-то не понимаю. Ну, доклада, в общем-то, не было, по большому счету. Я вот не понимаю. Мы, как бы, еще раз говорю, мы находимся в ситуации семинаров. В семинаре это отличается от лекции, там, или, там, я не знаю, там, тем, что в семинаре возможно свободное осуждение, которое... И твое суждение состояло в чем? Твое суждение состояло в том, что ты, не дослушав, не дослушав постановку вопроса, как ты сказал. Постановка изначально неверная, она, ровно наоборот. Игорь, это постановка... Я сказал, хорошо, если у него абсолютно неверная, у тебя верная, давай ты ее поставь и скажи. Вместо этого... Это продолжение другого семинара, на котором ты не был, и которое все это уже давно обсуждено уже. Ну и что? Ну, это означает, что ты считаешь, что я не знаю постановку вопроса. Я ее постановку просто знаю. Я сам точно так же, как Игорь начал с середины, и точно так же я продолжаю ту идею, которую мы на другом семинаре. Да бога ради. Но я пока не вижу никакой концепции, которую бы ты представил. Если бы ты мне дал договорить, я бы, наверное, договорил. Если бы ты не ухмылялся, значит так вот... Наверное, тяжело как бы говорить, когда сидят люди и ухмыляются. Давай я объясню, почему я ухмыляюсь. Да, давай объясню. Очень по простой причине. Ты говоришь, что классическая философия не в состоянии решить вопрос... Я не говорю, она не в состоянии. Ты это сказал несколько раз. Я говорю, что у нее возникает такая проблема. И которую она не может решить. Она ее не ставила. У нее в аксиоме стоит, что субъект один. Она ее не ставила. Ее надо было увидеть, что она есть. Они ее не видели. Не потому, что они плохие или неумные, а потому, что они ее не ставили. Для них было нонсенсом, что считаешь, что субъектов много. Хорошо. Допустим, с этой поправки... Они взяли аксиому, как бы, как математики берут аксиому и все. Теперь послушай сам себя. Ты говоришь, что классическая философия своими методами эту проблему вообще прошляпила. И когда я тебя прошу эту проблему все-таки показать, как она решается, ты начинаешь говорить опять, а классическая философия... То есть ты начинаешь воспроизводить точку зрения, которую, как ты сказал сам, эта проблема не решена и даже не поставлена, и даже не увидена. Не, удивительно. Ты начинаешь ее воспроизводить. А ты никогда не замечал. Поэтому я уже улыбаюсь. Не, а для того, чтобы что-то было понятно, я никогда не замечал, что надо, как бы, брать что-то, как бы, то, что понятно, и показывать, в чем отличие. Ты как, когда что-то непонятное предлагаешь людям это понять? Ты как это делаешь? Просто берешь из кармана, достаешь и показываешь, что ли? Ты говоришь, что вот есть вот такая точка зрения, она всем понятна, вы ее знаете. Да-да-да. А на самом деле, возможно, на полях этого представления показать свое представление, которое иное. Ну, окей, это всего лишь прием. Хорошо, я понимаю, и никакой улыбки на мне больше нет. Давай. Вопрос в следующем состоит, что это другой субъект, да, вот вы различили субъект как причину наших действий, при субъектах причину и интенсии, да, и другой субъект, как субъект переживания, он не является причиной переживания, он просто находится в переживании. То есть, изначально его определение иное. Как бы, если мы базируемся, это каждый раз мы, когда мы, это, у нас есть все, что у нас есть, еще раз говорю, я нахожусь в ситуации, в феноменологии, да, все, что есть у нас, это опыт, и мы можем только исходить из опыта, да, и какие-то побочные, какие-то аксиомы, там, или теории, мы не можем опыт привнести, мы должны исходить из того, что есть, и на основе этого пытаться разобраться, как устроено все. И вот мы видим, что, на самом деле, есть, это один субъект, который, есть интенсии, да, и мы предполагаем, что у них какие-то есть причины, и называем по определению, опять же, да, их субъектами этих интенсий, или субъектами актов, как я вот их назвал. Есть другие, как бы, у меня, как бы, в моем опыте, есть переживания, и у этих переживаний, как бы, тоже, я подразумеваю, что есть субъект, почему, потому что потом я попозже объясню, да, и у этих переживаний иной субъект, да, я просто в них нахожусь, я не являюсь причиной этих переживаний. Вот, есть два субъекта. Теперь, как классическая философия, если бы ей задали такой вопрос, решала бы единство субъекта. Она такой вопрос не ставит, потому что она, еще раз говорю, в аксиоме у нее лежит, что субъект один. Она говорит, что вот есть рефлексия, что на самом деле доступ к этому субъекту как причине есть с помощью рефлексии. Рефлексия как бы удостоверяет нас, что вот этот субъект как причина, он есть. И все. Этим объясняется, что этот субъект, эта причина нам доступен. Если нам в опыте дан этот субъект, то мы можем рассуждать о том, что этот субъект есть, и вся остальная философия легко отсюда разворачивается. Теперь мы говорим о том, допустим, как может быть этот дан субъект, что такое рефлексия. Рефлексия для того, чтобы начаться, должна направить свои усилия. Вот представьте, некого рода опыта, куда ты должна направить, некого рода субъекта, который совершает акты, совершает интенсии. Он должен знать, куда направить свои интенсии, до того, как он направит свои интенсии. То есть, когда субъект актов производит интенсии, и если он хочет эти интенсии направить на самого себя, он уже заранее знать должен, куда он должен эти интенсии направить. То есть, это на самом деле парадокс. Рефлексия, получается, вроде как невозможна, потому что, если, получается, до рефлексии я должен знать уже самого себя, как разрешается это, как я пытаюсь это разрешить. Потому что как-то, ну, в опыте, вроде, как привычно в нашем опыте, что-то похожее на рефлексию все-таки возможно. Как каким-то образом мы себя схватываем. Значит, я предполагаю, что то, что мы называем рефлексией, это некоторого рода еще какой-то дополнительный опыт. И я предположу, что вот этот опыт проживания себя, как бы, да, опыт переживания, это и есть тот самый опыт, который мы считаем опытом схватывания себя. И получается, на самом деле, что, если опять возвращаться в термин классической философии, что классическая философия сначала говорит о субъекте актов, то есть, о причине актов, да, а потом, когда она говорит о том, что этот субъект схватывает себя, она, на самом деле, это незаметно переходит на субъект переживания. То есть, она подменяет один субъект другим. Или иначе говоря, лучше говорить, что она их просто не различает. И если она их и различает, тогда она говорит о том, что рефлексия, возможно, в том смысле, что рефлексия, как начинается, как рефлексия, которую инициирует субъект актов, а на самом деле схватывает себя, как в переживании, как в проживании самого себя. И если мы это различаем, то тогда возникает следующая ситуация, что рефлексия в том ее различенном виде, который я предлагаю, состоит в том, что субъект, как причина актов, направляет свою интенсию на субъекты переживаний, которые заранее дан. Субъект переживания дан заранее, поскольку мы уже заранее проживаем себя в некоторых родах ситуациях, в некоторых родах переживаниях. То есть, получается, что то, что мы называем рефлексией, есть не что иное, как схватывание субъекта магтов в субъекты переживаний. То есть, это не рефлексия, это просто вот такой интересный, своеобразного рода опыт. И если мы, как теперь я говорю, мы констатируем, что это так, то нам даже не надо требовать от классической философии доказывания того, что субъектов много, что это миллион на один. Нам достаточно просто предъявить, что реальный опыт рефлексии или реальный опыт самосознания, он состоит в том, что в субъектах в нем два. Один субъект, который инициирует интенсию, и другой субъект, который проживается. То есть, по крайней мере, даже вот в этом простом построении, их два. Много ли их или сколько их, это уже отдельный разговор. Хорошо, но откуда берется тогда иллюзия единства субъекта? Иллюзия единства субъекта. Потом ставится вопрос о том, с чем мы говорим «я». Чем это ассоциируется с «я». «Я», на самом деле, которое мы схватываем, оно должно нам быть дано, как я говорил, когда мы обсуждали рефлексию, до всякого рода рефлексии. До всякого рода рефлексии дано «я» как субъект переживания. То есть, на самом деле, «я», то есть, тот субъект, который мы называем «я», есть не что иное, просто как субъект переживания. Который дон-дон-дон, да, всякой рефлексии. И который в рефлексии, то, что мы называем классической философии рефлексии, состоит в том, что субъект как причина схватывает, он узнает, куда направить интенцию. Он направляет эту интенцию к субъекту переживания, который он просто знает заранее. Это и есть «я». А как можно заранее эти рефлексии? Нет, теперь самое-то интересное не это. Самое-то интересное, почему, на самом деле, тем не менее, вот этот субъект переживания имеет право себя учреждать как единственный субъект. Почему он учреждает себя как один субъект. Дело в том, что вот эти субъекты акта, субъекты действий никак не даны. Потому что, как я указал уже, нет никакого способа в опыте, нет никакого доступа к нему. Потому что рефлексия, как вот она задумана, что субъект действий сам себя схватывает, она невозможна. А всякий раз схватывает, субъект переживает. Получается, на самом деле, что субъекты актов, они как бы не даны, и они не могут ничего высказать. На самом деле, если говорить дальше, то субъекты актов, субъекты действий, это есть не что иное, как на самом деле бессознательное. Просто оно здесь у меня выступает как некого рода действующие субъекты. Они как бы, как я говорю, генерирующие субъекты. Они именно и генерируют акты. Они просто генерирующие субъекты. Но они никак не могут быть даны, и они только подразумеваются, поскольку акты здесь постоянно совершаются. Постоянно совершаются, допустим, как я сейчас говорю, акты говорения, видения, многообразные акты, переваливание пищи. Я просто в самих актах не разбирался. Я не могу сказать, за какими актами какой субъект стоит. Я бы казалось, когда я читаю, я себе и дам как субъект, который читает. Нельзя же сказать, что... Не получается, что... С одной стороны, мы постулируем множество субъектов, с другой стороны, утверждаем, что эти субъекты, мы их не можем, они нам не даны. Мы их не можем никак определить. Почему мы их постулируем? Потому что у нас есть интенсии за каждым... Мы это определение этим... Мы сначала выдаем определение, что у нас есть акт, есть субъект, а потом оказывается, что эти субъекты мы невозможно никак определить. Ну, смотри, мы же как-то выстраиваем... Получается, это за собой круг. Нет, это способ построения философии. Мы говорим, что вот есть опыт, все, что дано нам, дано опыт. В опыте есть интенсии. И мы говорим, что, ну, с некоторого рода как бы науки, да, что всякое действие имеет причину. Мы называем эту причину субъектом. На самом деле, это полное классическое определение субъекта. Здесь вообще ничего такого иного, я не сказал. Как бы так субъект вводится. Другое дело, на самом деле, что надо теперь предъявить способ, опять же, в опыте, каким образом он нам доступен. Один он или много, неизвестно. Он нам не доступен. Он нам не доступен. Принципиально. Именно поэтому получается, что субъект, на самом деле, один. Да, как бы один. На самом деле, вот эти субъекты, они действуют, но они нам недоступны. Нет, нет, нет. Как причины действуют. получается что мы с одной стороны утверждаем множество это невозможно это один субъект но мы не говорим что один вот субъект который полагаем доказать не может тот субъект который нам доступен он один за супер на переживание окей гулат но действует какая сложность получается следующее что тут субъект манифестирующий эффективность и решающих дарить все это вот он нам нам доступен акты чтение письма слушание и все подобное видение там отдельно угодно чего угодно эти акты они как бы акты которые без субъекта нет они как бы имеют субъекта но он нам недоступен причина есть его причины окей да так мы все-таки это все понимает но мы понимаем при этом что вот этот манифестирующий субъект ни в коем случае не есть тот субъект который нам недоступен в качестве причины чтения надо доказать может быть этот субъект который как манифестирующий может быть он и есть причина чтения в любом случае это надо доказать дело то что таким как я да как я доказываю что они не являются потому что он не является причиной авторы Он не выступает как некого рода генерирующий субъект. Он ничего не генерирует, он только переживает. Не выступает. Он в пассивной позиции, только пассивный он. А эти активные. Но из этого следует, что он не может быть субъектом чтения, говорения и прочее. Ну как причина этих актов. А переживает-то он что? Он просто находитесь в передовании. Он сам себя переживает, и каким образом он связан тогда с внешними актами видеть? Это мой вопрос. Он учреждает себя, как будто бы вот эти акты видения, это его акты. А каким образом? Ведь он же понимает, что эти акты имеют причину, но при попытке познать эту причину, он этого сделать не может. То есть, смотрите, себя он познает? Нет, себя. Смотрите, вот насчет познания. Каким-то способом, неизвестно на самом деле. Все это в нашем многообразии учреждено как... Что такое познавание, это отдельный разговор. Не он познает что-то. Он просто субъект, который, как сказать... Какой-то в себе. Нет, как лицо. Вот есть фирма, да? Он достоверен в себе. Нет, вот есть фирма. Он переживает себя? Он только себя переживает, он больше ничего не может делать. То есть, он не знает? Потому что знающий субъект, это другой субъект. Ну, а как он переживает себя? Как он переходит? Еще раз, ребят, вот мы как бы ассоциируем себя с этим переживанием, как будто бы это и есть... И как бы подкладываем, как будто бы это и есть тот сам субъект, который является причиной познания, видения. А почему? Потому что он учреждает себя так. Никак он себя не учреждает. Он себя просто переживает. На самом деле, я это объясню... Вот теперь я как бы отступление, не философское. Как я это объясняю? Исходя... Мне кажется, что в свое время, да, как бы... Для того, чтобы социальная связь могла состояться, люди должны были перейти как бы из дикого состояния, некого цивилизованного состояния, то есть перестать как бы друг друга убивать и есть, да. Для этого каждый должен был взять на себя этику. То есть признать то, что как бы каждый сам себя должен ограничить дух. И как это можно было сделать? Это можно было сделать только тем способом, что внутри человека появилась инстанция, да, которая контролирует субъект фактов. Что значит, что такое убивание, там, изнасилование и прочее? У нас постоянно, в нашем, вот эти субъекты актов, они генерируют некоторое родо желание, да. В частности, желание там совокупляться, желание есть, желание... Кто генерирует? Кто генерирует? Все какие-то причины их, субъекты актов генерируют. Ну да. Субъекты актов... Но они являются причиной всех интенсий. То есть мы, они никому не доступны, но при этом они... Они не доступны, потому что мы подразумяем, что под всякие действия нам доступны, мы видим действия. Вот мы видим, совершающий акт, желание появилось, допустим, покушать, там, попить. Но ты понимаешь, что это не мое желание? Это просто некое желание. Некое желание, это... Сейчас, подожди, я просто объясню еще суть-то, там, вот это... Немножко... Просто я хотел объяснить, это и некую роду предысторию, как, возможно, появился этот вот субъект, который ставит себя на отселе, да. Так вот, нужна была контролирующая инстанция, то, что называется воля, да, которая бы вот эти субъекты, генерирующие различного акта, как-то усмиряла, да, как бы одни акты прекращала, а другие акты как бы позволяла. То есть никаким образом другим достигнуть того, чтобы человек поставил себя в определенные этические рамки, было невозможно, да. Можно было внешним насилием, но это неэффективно. Надо было, чтобы каждый отдельный человек сам себя контролировал. Вот это такой контролирующей инстанцией является воля наша, да, и эта воля относится к субъекту переживания. То есть она что, чем она занимается? Она... Связь, связь. Но связь пока, вот этот вопрос пока, связь, это... Нет, просто я... Балат, я прошу прощения, я опять не понимаю, как... Почему одно желание голода относится ко мне самому, а вот вовина желание голода, это вовина желание? Я не понимаю, желание голода, это какой-то определенный род субъект. Желание поесть, да, не голод, а желание поесть. Субъект какой-то... Да, самостоятельный. И у Вова желание поесть, тоже субъект самостоятельный. Почему мое желание поесть, это мое желание, а вовина желание, это не мое желание. Ну, я не понимаю. Я вообще, про мовина желание, я не понимаю вопрос, если честно. Ну, Игорь, вы говорите, что субъект самостоятельный и независимый. Смотри, вопрос здесь вот в чем. Если вот этот манифестирующий субъект, который вот просто переживает себя, наблюдает вот эти самые акты, то вопрос Игоря, как и мой, я его совершенно поддерживаю, должен состоять в следующем. Я же не понимаю, чьи эти акты, то есть какого субъекта. Ты же сам сказал, что у этих актов должны быть, потому что вот мы думаем, что должны быть субъекты. Причины должны, чтобы понятно было, причины должны. Сужен, да, субъект в первом смысле слова, но познать этих субъектов мы не можем. Ну, никак не получается, да. Не получается никак, да. Поэтому, вот если я наблюдаю некоторое движение голода, я не знаю, чье это движение голода, мое или твое. Почему? Потому что, потому что оно точно не происходит. Как я установлю связь между этим движением и вот своим переживанием я? И мы нефестирующий субъект. И номинально мы это познаем? Нет. Почему? А почему? Почему? Потому что я еще раз говорю, что вот... Ты должен, ты должен... Подождите, я вам сначала методологию... Я не знаю, как связь происходит. Почему? А, ну тогда закончим доклад. Да не закончим доклад. Просто это не та вещь, которую легко можно установить, и я вам сейчас все на пальцах объясню. И физиологи до сих пор не понимают, каким образом, как бы, что такое душа, как бы ее можно было вставить в наше тело, и где этот механизм, как она работает. Это вопрос за пределами, возможно, нашего знания. Я хочу заметить, что... Я хочу сказать, что просто как-то утрясылось. Как-то утрясылось. Каким образом, я не знаю. Отрицая единство классического субъекта тем самым, ты зарабатываешь проблемы на порядок или на два более масштабные. Только не я отрицаю. Делёс. Современная философия. Делёс в Гватаре, хорошо. Много людей. Делёс. Делёс в Гватаре, Делёда. Ну, вся пасклассическая философия. Отказался субъекта, как это термина, который не выражает ничего. Мы просто с этим знакомы. Вот, благодаря твоему блестящему изложению только. Ну, хорошо. Окей. Ну, ты понимаешь, Булак, что у тебя нет решения вопроса? Я согласен. Почему вы думаете, что я вот сел? Я просто... А когда? А когда какого чёрта ты лез в доклад Игорь? Подожди. То есть у меня нет решения того, как связаны все субъекты, как они работают, это не означает, что эта концепция сама по себе непонятна. Она понятна. И я хотел просто с этой позиции концепции, которая недоработана, незавершена. Это действительно потому, что это... Я же... Ну, у меня не хватает, наверное, каких-то там... Надо ещё какие-то ходы сделать. Надо подумать, там, размыслить. Я не знаю, что тут надо ещё сделать. Ну, с её позиции... Можно попытаться объяснить, каким образом мир регионирован. Да. Каким образом мы в этом регионированном мире, как бы, на самом деле живём. Мы просто... Но ты признал на камеру, что решения у тебя нет. Решения нет, только как связаны два субъекта. Потому что, ну, то, что субъектов много у меня решения есть. Просто я говорю, что сказать, что... Когда у тебя... Ну, только что я это объяснил. Когда у тебя любитель мудрости пришёл в кузнечную мастерскую, сказать, что, блин, у тебя не... Лошадь подковывается, не металл плавится, а что у тебя здесь... Один субъект прекратился с существами, а стал другой. Субъект в этом подвига нет. Подвига в этом нет. Просто подвига нет, понимаешь, как бы... Вот мне всегда... Надо уметь, на самом деле, пытаться слышать и другие точки зрения. Если даже она тебе не нравится. У тебя, Игорь, на самом деле, это, ну, как бы, это даже уже не смешно, на самом деле. И с докладом в доклад... И кто-то хотел изложить, просто хотел свою точку зрения. Ты, ты его прервал. Ты, а не он тебя. Ещё раз говорю, я его не прервал. Это вы мне предложили, как бы, развить эту точку зрения. Да, потому что ты сидел, ты сидел и безостановочно не давал сказать. Ты говорил, что всё это чушь, что есть другая нормальная... Никакой чушь я не говорил. Я сказал, что есть, возможно, эту проблему поставить иначе. Да. И она поставлена иначе, если предположить, что... Она не решена. И она не решена. Ещё раз, она не решена в связке. В связке субъекта актов и субъекта переживаний. Так всё дело было именно... Нет, не в этой связке было дело. А если существует их два, уже два. Ну... И они разные по определению хотя бы даже. Они просто существенно иные вообще. Уже этого достаточно... Я же вам предлагал, что психоанализ, вся феноменология современная указывает на то, что есть у нас бессознательное, есть сознание. Ну сколько вам... В любом случае человек, это не нечто цельное. Это нечто разбитое, точно так же регионированное. Как эти регионы связаны, неизвестно. Это одна точка зрения. Вы говорите, другая точка зрения. Другая точка зрения. Но я хотел разговаривать. Ещё раз говорю, есть ли мы... Правильно. Это не точка зрения. Просто Игорь, надо точно знать, что моё чувство голода, это моё чувство голода. Это тебе честь просто не делает, потому что надо уметь всё-таки понимать какие-то другие точки зрения. Если ты думаешь, что как бы что бы ты ни говорил, это единственный возможный способ, как вы присвоили себе, приватизировали Достоевского, и что не скажи там... Игорь не говорил, что это единственная точка зрения, он просто высказал свою точку зрения. И пытался её разговаривать. Ещё раз говорю, ребята, дело не в точке зрения, дело в том, что Игорь поставил проблему множественности богов. Её можно ставить с различных позиций. Можно с позиции... Он со своей позиции хотел поставить. Правильно, он её поставил. А почему он не имеет права поставить этот вопрос? Может, мы её обсуждали уже целый семинар предыдущий. Мы её обсуждали уже. А сейчас почему ты вылез? Я не вылез, я просто сказал параллельно, как бы, завещание сделал, что... А зачем? Вот зачем? Ты мне объяснил? Ну, потому что семинары-то, а не лекции. Да это не... Что такое семинар? Семинар-то обсуждение проблемы. Есть проблемы множественности богов. В ней есть разные подходы. Совершенно верно. Но это обсуждение в каком-то одном ключе. Почему? Вот тот, кто покачанул, потому что так устроены научные семинары. Ну, это вот... Потому что есть кто-то один, кто предлагает формулировку и подход к проблеме. Остальные... И других подходов, значит, не существует. Нет, они существуют. Но сейчас обсуждается это. Вот как мы выслушали и поняли твою точку зрения, наконец-то. Я благополучно понял, что подход понятен. Но решения в этом подходе нет. И я тогда не понимаю, ради чего ты прерывал подход другого человека. Я бы мог понять, если бы это было решение. Решения нет. Только в частности, связи этих... Я просто не могу предъявить во всей красоте, как бы, до построения эту связь. Да вы это просто центральный пункт. Это центральный пункт. Если его нет, то ничего нет. Еще раз говорю, нет, это не так. Ну как не так? Ну так, но это все равно, что рассказана теория, как бы, а какие-то последние выводы не делали. Это не последние, это центральный пункт. Мне ответили твои концепты. Я тоже соглашусь, что это центральный пункт, да, действительно. У меня есть он, на самом деле. Просто сейчас я, как бы, не готов его рассказать. Да, он есть. Да, да, ну конечно. Ну а что, конечно-то, он есть. Я долго рассказывал, то это и предыдущие вещи долго рассказывал. Он, на самом деле, связан с тем, как понимается сознание. Пять минут назад ты признался, что нет решения. Теперь ты видишь, что решение есть. Нет, но оно, его нет во всей красоте, как бы, вот изложение, которое сейчас продемонстрируется. Хорошо, мы... Оно есть в виде некого наброска, что такое сознание, на самом деле. У меня есть представление, что такое сознание. Оно исходит из решения вопроса, что такое сознание. Я рассказывал об этом. Что такое сознание? Это отдельный разговор еще другой. Все, с этим понятно. Но я его не довел до конца, действительно. Свою точку зрения, Влад, мы быстро же, и все понятно. Игорь, будет продолжать свою точку зрения? Да нет, зачем? Ну, правда...